привет друзья с вами павел и это канал ппк сегодня у меня на обзоре долгожданный полтинник 50 миллиметров f1.4d долгожданный так как пользовался этим полтинником уже около двух или трех лет уже точно не помню когда его покупал решил я его оставить после того как у меня на руках было сразу три полтинника это 1.8g 1.8d и 1.4d соответственно я протестировал все три полтинника в разных условиях и он на 1.8 показал себя резче чем 1.8g при схожей стоимости он имеет более компактные размеры ну и в целом 1.4d подобный дизайн мне нравится больше собственно поэтому я его оставил кстати недавно был тест где я сравнивал опять три полтинника это вот этот дишную версию и 1.4g кто еще не видел прошу перейти по ссылочке в подсказках что же касается этого стекла то он пришел на замену версии нон-д и выпускался он с 95 года по примерно 2020 несмотря на то что в 2008 на его замену вышел 1.4g собственно объектив с мотором фокусировки этот объектив выпускался еще как минимум 12 лет что говорит о его популярности все-таки на полнокадровых камерах этот объектив себя очень хорошо зарекомендовал на любительских круп камерах он соответственно полноценно использоваться не может так как не имеет стройного мотора фокусировки цена на этот объектив сейчас не не самое адекватное но тем не менее еще можно найти объявление по старым ценам это примерно около 8 9 тысяч рублей хотя странно почему сейчас цены подняли потому что доллар вернулся почти в прежнее значение на ebay его сейчас покупать смысла особо нет так как за 12 13 тысяч рублей мы получим нон-д версию дешные версии стартуют уже примерно с 16 тысяч рублей даже несмотря на то что на время отменили таможенную пошлину и теперь можно покупать товары до 1000 евро завозить тушку через ebay сейчас не актуально на том же авито можно найти дешевле и так давайте посмотрим поближе на это стекло как вы поняли его дизайн полностью повторяет дешные стекла и лишь немногим отличается от нон-д стекол к плюсам можно отнести то что здесь стандартная резьба для таких стекол под светофильтры до 52 миллиметра на 24 28 35 и собственно на этот полтинник используются светофильтры с одной резьбой на 52 миллиметра во время фокусировки у нас выезжает линза блок спереди так и сзади но как мы видим он довольно таки плотно сидит но тем не менее зазоры и щели есть куда может попасть пыль например на вот этой шкале ndf уже видны частички пыли хотя я его покупал в идеальном состоянии без единой пылинки из положительных моментов собственно можно использовать градиентные фильтры то есть у нас передняя линза хоть и выезжает вперед но не вращается то есть полярики и градиентные использовать здесь можно уплотнительного кольца на байонете нет байонет конечно же металлический поскольку у нас здесь отверточный механизм то контактная группа состоит из пяти контактов собран достаточно хорошо пластик очень твердый жесткий что типично для стекол такого типа однако опять таки что типично для подобных стекол несмотря на то что этот объектив как я говорил не ронялся и был в идеальном состоянии он немножечко люфтит в принципе как и все дешные стекла по крайней мере из бюджетного варианта все что у меня были все имеют небольшой люфт и вот такую некую расхлябанность что же касается мульти просветления то здесь у нас преимущественно персиковое зеленое фиолетовое просветление диафрагма у нас к сожалению семилепестковая лепестки как мы видим прямые не скругленные и соответственно при прикрытии диафрагмы нас образуются гайки что многих раздражает однако я не смотрю и не обращаю на это внимание без крышечек весь объектива составляет всего 230 грамм и это очень мало если сравнить его младшим братом или же сыном в лице 51.4g то мы видим что по объему этот объектив намного больше так как имеет внутреннюю фокусировку причем здесь установлен ультразвуковой мотор и по размеру его корпус напоминает его собрата 18 г однако дырка здесь 14 по весу этот объектив немногим тяжелее на 100 грамм и это чувствуется однако какие-то подвижные элементы есть и в этом объективе то есть он тоже внутри как-то немножко как будто бы расхлябан но подробнее про этот объектив будет его собственно обзоре следите за каналом продолжая это стекло то mdf здесь составляет 0 45 метра и увеличение всего лишь 0 15 x то есть ни о каком макро речи быть и не может на этом стекле что на хропе что на полном кадре минимальная диафрагма здесь как вы поняли f16 что довольно стандартно для подобных стекол у нас имеется шкала гриб для диафрагмы f11 и f16 также здесь есть hard stop то есть при фокусировке на бесконечность мы получаем бесконечность и вслепую докручиваться не нужно если же это стекло использовать как мануальный объектив то фокусировка здесь в среднем хоть и неплохая я имею ввиду ручная но все-таки не так просто это сделать как на любом например аишном стекле то есть чуть-чуть мы можем сдвинуть и сбить нашу фокусировку то есть она не плотно фокусируется тем не менее что касается круга то у нас здесь чуть больше 45 градусов примерно 65 70 градусов то есть ход фокусировки у нас небольшой за счет чего у нас конечно же и быстрая автофокусировка и в этом плане он сильно и ощутимо выигрывает по сравнению со своим 1.4 братом к этому объективу можно прицепить резиновую бленду hr 2 но в комплекте она не входит я пробовал покупать другие китайские бленды которые вкручиваются под светофильтры как и оригинальная но на полном кадре они давали все виньетку что вот такие прямые что загнутые то есть на кропе можно использовать практически любую вкручивающуюся китайскую бленду на 52 миллиметра на полном кадре нужно искать именно оригинальную так как три разных по конструкции китайские бленды давали ощутимую виньетку если же сравнивать это стекло с 18 где или с 18 g и вы пытаетесь понять нужно ли вам 14 д то могу сказать что по резкости на одинаковый диафрагме на 1 фрагме 1 и 8 он выигрывает а вот что касается на диафрагме 1 и 4 то он конечно же слабоват если и смотреть исключительно на светосилу то это получается у нас две трети ступени то есть 033 и 033 1 и 4 1 и 6 1 и 8 то есть разница 066 стопа то есть чуть больше половины условно на 18 где вам понадобится 160 и со при одинаковых настройках выдержки а на этом 100 из а небольшой ролик по сравнению трех объективов уже выходил ну давайте посмотрим на них на бумаге и так возьмем среднестатистический полный кадр который есть у большинства людей вряд ли у кого-то есть 810 850 к поэтому возьмем 24 мегапиксельную матрицу по средней цене и все три объектива выдают по 16 мегапикселей то есть особой разницы в среднем вы не заметите то есть не стоит эти цифры воспринимать как они абсолютно одинаковой по резкости на всех диафрагмах методика тестирования подразумевает тест на разных диафрагмах а потом суммирует среднюю резкость что же касается света пропускания то 1.4 d у нас лидер то есть он при светостиле 1.4 пропускает света на 1.4 то время как g версия чуть чуть темнее 1.5 стопа и 1.8 g имеет 2 стопа то есть она тоже чуть чуть темнее и на треть стопы пропускает меньше света чем является по дисторсии поскольку это полтинник здесь у нас проблем нет по виньетированию у нас 1.8 g самая минимальная и по хроматическим операциям у нас лидер 1.4 d в кавычках лидер то есть у него самая сильная хроматика по цене мы видим что эти объективы не сильно друг от друга отличаются и все в принципе являются бюджетными и самое интересное для нас это карта резкости то есть глубина поля резкости мы видим что на открытых дырках у нас все три объектива показывают не самый лучший результат однако хуже всех здесь ведет себя как раз таки 1.4 d я говорил что да на 1.4 он не рабочий то есть при своих условных 16 мегапикселях он выдает около 40 50 процентов то есть около 6 мегапикселей на 1.4 а то и того меньше что же касается 1.4 g и 1.8 g мы видим что 1.8 g на 1.8 отлично себя показывает к сожалению здесь нету диафрагмы 2.0 или 1.8 и следующая только два у этих объективов хотя 2.8 конечно уже не такая интересная диафрагма для этих стекол так как я ее крайне редко использовал на этих стеклах и мы видим что даже диверсия на 2.8 не выдает своей стопроцентной резкости по краям то есть если в центре у него есть что-то около 80 90 процентов резкости свои там 14 15 мегапикселей он выдает то по краям у него здесь есть около 50 60 процентов то есть опять таки половинная резкость ну и на удивление 1.4 g отлично себя показывает то есть у него очень крупное пятно зеленое которое больше 80 процентов и здесь слегка желтоватая то есть около 65 70 процентов то время как 1.8 g чуть-чуть проседает и давайте возьмем диафрагму 5.6 1.4 g здесь а безусловно лидер 1.8 g чуть-чуть отстает и 1.4 d по-прежнему отстает хотя лично по мне по моим ощущениям не вот таким лабораторным мне кажется что полтинник 1.4 d на 2.8 4 5 отлично себя показывает и просто резкий как бритва и по мне сравним с тем же полтинником 1.4 и полтинником 1.8 то есть если так рассматривать 1.4 у него просто для опции 1.8 у него реально рабочая 2.8 у него идет бритвенная резкость 2.8 по восьмерку далее уже ввиду дифракции у него резкость начинает просаживаться то есть она именно по полю ровная но в центре у нас и везде она начинает понижаться то есть мы видим участки становятся светлее на удивлению более современного 1.4 g здесь не так сильно идет просадка что же касается качество картинки то мне на нравится она в то же время и мягкая и не переконтращенная и в то же время довольно четкая и резкая на хроматику я особо не обращаю внимание так как пользовался на я этим объективом в основном на 1.8 222 то есть это его рабочая диафрагма 1.4 совсем мягкая и как художественную картинку можно несколько снимков таких сделать но всю съемку к примеру снимать на 1.4 будет я имею ввиду коммерческую съемку людей нецелесообразно точно так же как 16 вроде бы хроматика уже на 16 начинает пропадать такой явный прям нет но тем не менее картинка какая-то мягковатая и ощущается какой-то эффект софт фокуса или брака в общем не рыба не мясо эффект поэтому с 18 я рекомендую его использовать и он реально рабочий другой стороны опять-таки вы зададите вопросом зачем покупать 1.4 использовать 1.8 потому что это стекло все-таки получше классом и дает более приятную картинку чем тот же 18 ди лично я считаю одним из самых худших объективов так как по мне он очень низкое качество выдает картинки хотя у меня было три разных экземпляра но может конечно мне просто тупо не повезло у него довольно приятная мягкая бакешка наверное у него нет изюминки как многие скажут но в то же время он и не сильно прям так теряется среди других объективов то есть бакешка у него реально приятная поскольку я сильно не закрывал диафрагму то гайки я встречаю крайне редко на которые все так жалуются на этом объективе на полном кадре это стандартный объектив с углом поля зрения как у обычного стандартного полтинника и его можно назвать универсальным несколько репортажных съемок было снято на это стекло на полный кадр на 700 на 600 а также на кроп например на d300s правда снимал я совсем в адских условиях для d300s но тем не менее примеры фото есть также есть и обычные прогулочные фото на d7000 и на открытой диафрагме он именно в художественном смысле раскрывается и показывает себя очень хорошо в текущих реалиях я бы мог рекомендовать этот объектив так как он очень неплохой достаточно бюджетный если у вас опять таки есть камера с отверткой 7000 серия 90 ну или соответственно полный кадр то я бы все-таки взял это стекло в принципе я его и взял кстати что касается скорости фокуса как мы видим фокусируется он довольно таки быстро его классический дизайн довольно привлекательный смотрится интереснее чем у 1 и 4g несмотря на то что я купил 1 и 4g мне полтинник 1 и 4d все равно очень нравится это полтинник 1 и 4g я купил больше для обзора и поскольку я сейчас снимаю бюджетные съемки на d3 400 где не требуется бескомпромиссное качество полного кадра что же касается точности то тут все очень неоднозначно так как что 1 и 8g что 1 и 4g что 1 и 4d по мне промахивается и попадает примерно одинаково то есть точность далеко на всех них на разных тушках а это d3 d300 d7000 d600 d750 то есть тушек у меня достаточно чтобы говорить о том промахивается он или нет до 7000 сейчас конечно нет но я говорю про прошлый опыт так вот попадание у него примерно 70 75 процентов иногда бывает даже и меньше то есть лучше делать по несколько кадров дабы потом не расстраиваться что вы не попали в фокус при том что снимаю я опять-таки на диафрагме 182 конечно грипп там очень маленькая на такой диафрагме но тем не менее все таки не на самой открытой в общем объектив мне очень нравится я думаю что поскольку опять-таки это стандартный объектив это маст хэв вне зависимости от того какая у вас камера я имею ввиду кроп или полный кадр так как из светосильных объективов это практически самый дешевый доступный объектив потому что все что уже или все что шире стоит заметно дороже тоже 85 к стоит уже в два раза дороже дешняя тоже 35 к стоит в полтора раза дороже дешняя а про g версии я вообще молчу примеры будут как всегда по ссылочке в описании также дабы не затягивать видео сделаю несколько снимков тестовой таблицы сами уже скачайте посмотрите и сделайте свои выводы но на этом все друзья вам как всегда спасибо за просмотр здоровья вам и вашим близким всем удачи и пока